С нами на связи Билл Милуджин, прямиком из городка Погранслужбы. Привет, Билл. Такер, добрый вечер. Прямо позади нас начальная школа роба, где произошел этот ужасный скул-шутинг. К сожалению, число смертей превысило 14. Техасские власти сообщают Fox News, что умерло 18 детей и один взрослый. Всего общее число получается 19. Невероятно ужасные новости. Я только что говорил по телефону с мэром Доном Мэклоффленом. Он рассказал, что двое его сотрудников только что узнали, что потеряли своих близких в этом скул-шутинге. Они потеряли детей в этом скул-шутинге, и не они одни. Я хочу, чтобы вы послушали это интервью, которое мы записали с отцом, который не знает, что с его десятилетней дочкой. Она учится здесь, в этой школе. Он отчаянно пытается найти ее. Послушайте, что он говорит. Я был на работе, когда узнал, что моя дочка в школе, где стреляли. И я ждал подробностей, но мне никто не перезвонил. И теперь я пришел искать свою дочку, и не могу ее найти. Вот его дочка. Посмотрите на фото. Это десятилетняя Аннабель Гваделупи Родригес. Он сказал, что она учится здесь, в начальной школе Роба. Еще раз, он так и не связался с ней. Он отчаянно ее ищет. Он дал это фото двум техасским рейнджерам, пытаясь ее отыскать. Столько родителей проходят через то же самое сейчас. Отчаянно ищут сведения о своих близких, гадая, живы ли их мальчики и девочки. Также по стрелку. Мы нашли его изображение. Губернатор Техаса Грег Аббетт идентифицировал его как 18-летнего местного по имени Сальватор Рамос. Он был замечен на видео входящим в школу с оружием, возможно, винтовкой. Нам рассказали, что ранее сегодня у него было что-то вроде ссоры дома. Похоже, он застрелил свою бабушку, сел в машину, приехал в школу, вошел в нее и начал стрелять без разбора. Абсолютный кошмар. Вы можете также видеть на других видео со сценами этой стрельбы. Также мы узнали, что агент погранслужбы был подстрелен во время этой перестрелки. Согласно источникам, агенты погранслужбы приехали на это происшествие, как и любой полицейский, когда поступает такое сообщение. И один агент получил огнестрельное ранение. Мы не знаем тяжести ранения. Ходят слухи, что эта трагедия как-то связана с эмиграцией. Источники погранично-таможенной службы США сообщают, что это никак не связано с пересечением границы или пограничным патрулем, кроме агентов погранслужбы, которые откликнулись на сообщение. Такер, как я и говорил тебе, мы были в Пацифик-центре сегодня. Сердце просто разрывается. Там родители и семьи, сидящие в отдельных комнатах. Мы открыли двери и увидели мрачную картину. Там люди в холле, которые услышали плохие для себя новости. Они всхлипывают, плачут. Есть и другие, которые в тревоге ждут. Ждут любых сведений о своем ребенке, понимая, что в любой момент возможен звонок, который изменит всю их жизнь. Это ужасно. Ты сопереживаешь родителям, ждущим и гадающим, в порядке ли их ребенок. Но последние цифры — 18 мертвых детей. Второго, третьего и четвертого классов. Семи, восьми и девятилетние. Также умер один учитель. Такер. Это ужасно. Билл Милуджин, спасибо за сведения. Добрый вечер, Такер. Только что говорил по телефону с источником из пограничного патруля. И мне сказали, что элитный агент погрантактики застрелил этого скул-шутера сегодня. Агент погрантактики — это элита среди элиты погранслужбы. Погрантактика означает юнит пограничной тактики, и у них есть схема быстрого реагирования. Мне сказали, что этот агент пришел с его тактической группой, они совершали обходный маневр, пока техасские полицейские возились с забаррикадировавшимся стрелком. Они зашли с противоположных сторон. Агент погрантактики начал перестрелку с преступником, убил его, и мне сказали, что агент был ранен в ногу. Сейчас пытаемся выяснить, был ли он подстрелен или это осколки. Вот последние сведения на данный момент. Здесь комбинация федеральных властей в виде погранслужбы, работающих с техасскими властями, полицейскими и техасскими пехотинцами, для того, чтобы зажать стрелка там, где он забаррикадировался, и убить его. К несчастью, по последним данным, было убито 18 детей в школе и один взрослый учитель. Множество раненых в больнице ожидают помощи. Вот данные, которые мы хотим вам передать, которые рассказали нам источники в погранслужбе, что агент погрантактики нейтрализовал этого скол-шутера. Такер, Билл Милуджин, большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok